В Клапецком порту, это Литва, страна Литва, я осуществляю работу, что собираю санитарный сбор, который в Финляндии, когда было собрание в Хельсинки. Владимир Сергеенко, chief executive officer of bunkering company in the port of Klaipeda. The company is active not only in bunkering, but also in gathering all kinds of waste from ships, which visited the port of Klaipeda. He has own fleet, tanker fleet, and he has own facility to demolish civil waste. But at the moment, there is a problem, how to utilize dangerous waste. Chemical, radioactive, medical, and oil-spoiled waters. And at the moment, we are staying in front of the problem to provide our activity for all kinds of dangerous waste. And the problem is that, not many, but a lot of ships, which visited port, they are not announced. We are not announced. We see that we have to do these technologies. And we have decided that there is already a place where we can build a factory, that could be able to utilize all the waste that could go into the port. Or, like with a container, a container that could fall and break. And we need to utilize it. Or, like with the water, with the waste, which comes to many tankers, who carry out some fuel. And we need to find companies that could be able to open up with companies. And we need to help them with technologies, and investments, and some funds. То есть, чтобы в Клепеде профессионально все утилизировалось, все, что есть и может быть в Клепедском порту с кораблями зайти. Даже порт в Клепедске расширяется, увеличивается. Сегодняшний день в месяц приходит до 200 кораблей. И каждый из кораблей привозит что-то свое. И мы видим, что у нас есть запротнение, сложность уже в утилизации. Мы не знаем, где утилизировали. И в момент в момент, мы стоим, мы стоим в front of the problem, что опасные бургия, опасные грязи, огромное количество. И Владимир forgot one very important thing. Продолжение следует... Мы не готовы для этого бизнеса. Он ответил за все эти действия, за опасные средства. Вы смотрели, как это решено в Латвии? Да, в Латвии мы смотрели. Мы смотрели как в Филе. Мы в Филе, где были 5 мая, в Кирсике, заводах, которые есть. Мы написали им официальный спектр. Мы постоянно ездим в Мюнхен на выставки, все, которые есть, компания, с ними обсуждаем. Но нет такого диалога какого-то теплого. Мы ищем где-то в Скандинавии, где-то в Ирландии, в Швеции. Где-то найти партнеров. Именно все в Балтийское море, как есть, по портам. И взаимодействие между такими компаниями, как мы, которые занимаемся не только сбором отходов, а еще и утилизацией, глубокой утилизацией. В факт, мы не работаем только в Клайпедапуре. Мы посетили основные игроки в Балтийской регионе, из Финляндии, из Свеции, из Германии. Мы находимся в контакте с производителями. В Финляндии, мы находимся в контакте, и мы сейчас находимся в контакте с людьми, которые имеют технологию, как делать это бизнес. И теперь, самое важное, для Клайпедапур это узнать поддержку техники, поддержку специалистов, и, конечно, инвестиции. Это будет большая давление от Чины. Да, у вас будет очень большое давление из Китая. Это очень серьезно. Почему мы ищем партнеров? Чтобы не только, как бы, мы у нас, и всем серьезно партнеров, потому что к нам обращаются в Белоруссии, именно, тоже хотят с нас брать пример, как мы это в Европе утилизируем, хотят тоже строить заводы, и хотят, чтобы тоже, ну, нам нужна группа людей, команда людей, где могли бы идти продвигаться вот так вот. Сейчас встретились, можем все это вместе с этим проектом. Да, мы встретились деловых, серьезных людей, если можете помочь на такой контакте с вами. И вместе работайте. Ну да, будем надеяться. Очистки Балтийского моря, конечно же. Я свою даму, это самая комбинаториста. Спасибо. Вы записали эти сайты, да? Да, написали, что есть. Первый сайт.